Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 461. Событие дня. Эпиграфом. Иоанна 5.44. А славы, которые от единого Бога не ищите. Но больше не вмещается в название, а впереди написано, прочитайте. Господь упрекает, что 5.44, Иоанна Гелетияна. Славу друг от друга ищите, а от единого Бога не ищите. Это упрек за 17 марта 2017 года. Сегодня у нас 18. Так, поехали. Маленькие объявления. Считай, Володя. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. Вот так. И не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Так, звонить можно теперь не вот это вот убрать надо, а со скольки? С 4.00 по-московски. И до 16.00. Вот, сначала договориться. И дальше. В скайпе на моей страничке на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Ну, то есть, внизу там, чтобы, потому что меня это отвлекает, у меня же тут еще своя жизнь идет. Хорошо не нарушать регламент. Ну, регламент, ну, другим. Теперь. Можно посмотреть фильм и сделать выводы по сети Библии. Название фильма запишите какое. Иннокентий Сибиряков. А просто по-русски в голову зарядите в YouTube. Иннокентий Сибиряков. И название фильма. Помогите мне. Я страшно богат. Ну, мы показываем тут его. Ну, тут я для вас не покажу никак, где. И сегодня уже будут отзывы. Что это за фильм? Поставлен очень хорошо. Небольшой он. Там 40, как же, за 5 минут всего. Вот. Теперь мне пишет. Один человек из Австралии. Вчера писал. Николай Скалеренко. Инать Тихонович, интересно услышать ваш комментарий. Я говорю, вы мне комментарии напишите, а я их опубликую. Об этом фильме. Как вы поняли его? Что это за фильм? Хороший он. С какой целью он был поставлен? Какой мы можем взять? Какую пользу из него взять? Ну, комментарий дать-то. И мне сразу же пишет. Интересно услышать ваш комментарий. Понимаете как? Ну, он о себе говорит, и я ему отвечу сейчас. Считай. Мое же мнение просто. Обычный мирской фильм. Суд мирской. Попы без единого слова из писания. Суета и никакого просвета. Видите как? Посмотрел. Этот фильм, ну, по-своему, конечно, как вот был остров. Там Петр Мамонов играет главную роль. Анатолия. Вот. А здесь вот такой ответ. Разный ответ. И дальше. Меня интересует больше практика, принятая в монастыре. Откапывать тела и складывать кости на полку. Потом волховать по цвету костей. Они тоже православные? Ну, вот там так и есть. Там все взято с натуры. Наш приход сейчас просто напаковали костями и останками разных людей. Не знаю, какое слово. Ну, что, напаковали. Упакуйте посылку. Напаковали. Простое слово. Костями. Как говорят святых. Да. И все это стоит для всеобщего поклонения. Целование прямо в центре церкви. Это я говорю, пишет вчера мне человек с Австралии. Как будто вы в нашем городе это все. Я не знаю, может, я неправильный и порочный, но мне прикид лобызание костей в коробочках. Нет на это заповеди ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете. Особенно на фоне отсутствия любви среди захожан, которые даже не знают и не хотят знать друг друга. Друг друга не хотят знать. Он не может ни с кем знакомство зависеть, а там живет и все. А те, что знакомы, грызутся и обсуждают за глаза друг друга. Так и живем. Я отвечаю. Он говорит, так и живем. А я пишу ему, не седаем ли друг друга живьем. В риф моему. Дальше. И пишу. В события огня. Я намерен отвечать ему, говорю. Буду отвечать в события огня вот сегодня. Николай Скляренко пишет. Буду ждать. Могу добавить, что главный герой, как показано в фильме, так же не проявил христианской позиции. Что-то там мычал, и все случилось по предсказанию. Как голос за кадром проговорил. Катился, так сказать, по дороге судьбы. Можете меня бить и ругать, но фильм скорее антихристианский. Скорее антихристианский. Жду вашего мнения, готов учиться. Вот. Видите как. И дальше добавляет. Инар Тихонович, вчера кое-что случилось. Так Господь на сердце и на ум положил. Ведение и путь, как избавиться от долгов банку за год полтора. Ну, то есть у него долги есть. И как от долгов избавиться? Больше не написал как. А их у меня полмиллиона долларов. Полмиллиона долларов долгов. Ужас какой. Даже не верится. Вот как она. Раз, открылись окна в темнице головы. И свет осветил все. Я увидел выход. Выход видел. Я отвечаю. Дорогой брат Николай, даже напротив, я согласен с вами. То есть то, что на фильме говорит, как будто бы я сказал. Он тогда мне отвечает. Я смогу скоро уделять Господу больше времени. Без долгов. Три восклицательные знака. Без долгов. Сейчас я только работаю на банк. Десять дней в месяц. Только проценты. Представьте, проценты, десять дней. Ой-ой-ой, ужас какой. Все, закончил. Хотел поделиться и сказать, что Господь благ. Предстоит еще пострадать. Я знаю, и мне страшновато. Я ему отвечаю. Кто в долгах, их сатана ловит на простенькие два крючка. Совершить самоубийство или сбежать, где его кредиторы не найдут. И потому у них вся жизнь такова, что быстро скрыться в багажнике автомобиля или в духовке дома в подземелье. Притча. Притча 22.7. Богатые господствуют над бедным. И должник делается рабом-заимодавцем. Должник делается рабом. Я пишу. У нас в деревне Потеряевка есть юридический устав для регистрации в органах власти. И есть внутренний, в котором... В котором? В пункте 21 написано так. Запрещается брать под проценты. Когда мы Потеряевку основывали, сразу мы писали устав. Запрещается брать под проценты ни у государства, ни тем более у тех, кто может быть как мафиози, включить счетчик. И горько будет при расчете, когда возьмут из-под тебя постель, жену, дом и не закладывать землю. Не брать на прокат то, что испортив, не сможешь вернуть. Николай Склиенко мне отвечает. Считай. Большинство не осознают своего рабства. Идеальные рабы. Осознание приходит по мере житья по заповедям Божьим. Притча 22.7. Я отмечаю. Сираха 21.9. Строящий дом свой на чужие деньги, то же, что собирающий камни для своей могилы. Видите, на чужие деньги. Куда такие деньги? Полмиллиона долларов. Даже по... Ну, что тут говорить, полмиллиона? Это по нашим деньгам 30 миллионов. Да-да. Он отвечает. Да-да. Я отвечаю. А где должник проклят? Он говорит, должник проклят, по Писанию написано. Я говорю, ну найдите. Он отвечает. Второзаконие 28.12.13.7. И еще тут написано. Сделать тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуете сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия си и постигнут тебя. Смысл такой. Следствие Господнего проклятия наличие долга. Это он пишет мне. Второзаконие 28.44. Глава с проклятиями. В частности, не прямо говорит об этом. А, я вот про это и говорю. Я говорю, вам не найти этого. Прямо нет этого. Подтверждает список всего перечисленного. Называет знамением проклятия за несоблюдение заповедей, как сказано. Так. Приводит признаки проклятия, благооставленности. А в контексте новозаветних заповедей Господа нашего Иисуса Христа, наличие долга изобличает пути грешника. В скобках, меня еще страшнее. Это он пишет. Считай, я уже. Я уже не буду дальше приводить цитаты. Думаю, и так ясно. Насколько до ужаса несовместимы христианин и долги перед мирскими. Вот я про себя скажу. Я за всю жизнь не был должен ни рубля. Если должен, там, ну, где-то денег нет, ехали. Пока до дома не доехали, трамвай там или еще это, ну, сколько-то, 30 копеек. Пятнадцатый стих. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. 43 стих, 28 главы. Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главой, а ты будешь хвостом. А кому говорится? Евреям? Дальше. 45 стих. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя. Да коли не будешь истреблен за то, что не слушал глаза Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди его и постановления его, которые он заповедал тебе. И они будут знаменем и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За что? За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. И вот он пишет мне, Игнатий, не убедил? Я просто все читаю и воспринимаю как есть. Мне эта мысль зашла в голову, как гвоздь забили. Это Николай пишет. Мало того, что раб, так еще и приносить плод могут только смекины и мяты. Ну вы меня поняли. Ну вы меня поняли. Ну вы меня поняли, да. Я желаю вам плодотворного дня, Игнатий Тихонович. Жду разгромного ролика по кино. Вот. Хотя такие фильмы почти все, где упоминается православная церковь. Вот так. Ну я думаю, подержу маленько про себя. Потом, когда все выскажутся, тогда и я. Но это не сегодня будет. Вот. Видите, вчера какая у меня была переписка. Она полезна тебе? Да. А теперь я говорю, ты попал-то кому? В жидовский плен. Банки-то все у кого находятся-то? Это не евреи, это жиды. Жиды. Вот Кадапе Муамара свергли, а у него закон был в Ливии, что если кто берет процент в банк, смертная казнь. Ну сегодня-то включи это все. И ты увидишь, что ничего нельзя сделать-то. И разное там 12 процентов, ипотеки. Что? Рабство. Ну спекуляция это, ну, ростовщичество. Дальше. Юрий Соболев. Ну и Юрий Соболев, чтобы знали кто. Это человек из Красноярска. Преподает в государственном университете, в государственной академии. И ведет занятия при епархии. Несколько курсов там ведет. Вот человек знает, о чем говорит. Он пишет. Заинтриговали, Игнать Тихонович. Сегодня посмотрю, Бог даст. И напишу вам. А дальше пишут. Фильм посмотрел. Фильм посмотрел, Игнать Тихонович. Благодарю за ссылку на него. Интересная личность. Не слышал ранее о Сибирякове. А если бы по-еванглийски распорядиться средствами? То есть он золотопромышленник был, отца большое наследие. И он куда? На монастыри всем помогал, всем студентам и везде. Его труда-то там никакого и не было. Дальше. Революции бы не было. О! Но сам Александр Третий запретил бы, так думается, масштабное благовестие, в отличие от афонского строительства. Там царь показан будет Александр Третий, как он его принял и благословил и дальше. Вот бы нам сегодня такого благодетеля, до которого слышит голос Христа и его призыв к благовестию через ваш канал. Через наш канал даже. О, какое определенное. Я ему отмечаю. Жду комментарии на фильм в подробной ссылке. И он мне вечером уже ответил. Юрий Соболев. Если, Игнатий Иванович, тезисно по пунктам, то первое. Отзывчивая душа Иннокентия следует примеру, которому он научается от своего отца. Блажение давать, нежели принимать. Деяние 20 глава с 1 по 38 стих. Просящему тебя дай. Матфея 5, 42. То есть, вот этот главный герой, он это выполнял точно. Каждый день у него просители было до 400 человек. И он никому не отказывает. Второе. Раздать все свое имение по Евангелию. Матфея 19, 21. О. Третье. Образ жизни светский. Пирушки, внебрачная связь. То есть, главный герой не знал прямого евангельского пути. Хотя душа искала и тосковала по-иному. Показывает, как студентами там выпивает и прочее. Бога-то не знал. А душа-то добрая, его не видно. Дальше. Четвертое. В глазах мира он безумец. Христос о том предупреждает. То есть, его психиатрии сразу увозят, проверяют три дня. Ну и дают заключение, что нормальное. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира. Потому ненавидит вас мир. И он там неоднократно берет, цитирует из экклесиаста. Все суета. И умножается богатство, потребляющее только глазами смотреть. Дальше. Ну явно, что фильм заказной может быть даже, православный. Это документальный. Это человек был, его канонизировать думают. Иоанна 15 глава с 18 по 19. Пятое. Удивительно, но единственную фразу разумную мы слышим из уст его сестры. Не ходи в монахи. Сколько ты можешь сделать в миру? То есть, она ему говорит, это родная сестра его. Шестое. Император не видит евангельского, меценатского потенциала Сибирякова. Ибо, видимо, сам не возрожден. Да. Седьмое. Традиция выкапывания мощей на Афоне после трех лет, после погребения, антиевангельская. Не только антиевангельская. Они не могут понять, как. У русских ценится не тление, а у них тление. Через три года выкопали, если он не сотлел, снова закапывают. А если, кажется, три раза выкапывают, тогда труп бросать в море. А у русских наоборот. Я говорю, где эта граница, где считать тление и не тление? Но у нас не тление, там есть вечная мерзлота, вообще никогда не сотлеет. А у них наоборот. Дальше. Восьмое. Восьмое. Канонизация или установка на нее не евангельская. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. 1 Калифонов 4.5. И дальше. Не судите, да не судимы будете. Матфея 7.1. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя. Иезекииль 24.14. Вот видите, какой тщательный разбор делает. Все-таки одно дело, когда человек считает, Писание не считает. Все разложил по пунктам. И дальше. Юрий Соболев. Смотрю во свете Библии. Встречаем и провожаем. Украина. То есть это так называется ролик. Не перестаю в радости и благодарности девиться мудрости вашей милостью Божией и человеколюбием. Как духовно поднимает и укрепляет меня ролики. А какой заряд? Собираюсь на занятия скоро. На занятия, которые ведет в епархии. И уже словно, в кавычках, зудит. Внутри меня поделится с братьями и сестрами услышанными. Крепко обнимаю и благодарю. Прошу ваших молитв. Потом добавляет. Инатих Иванович, прошу вашего совета. Сегодня на наши занятия явился лжееговист. И высказывая мнение, пытался навязать свои лжеучения. Пришлось и занятия вести, и давать ответ теретику от Слова Божия. Видимо, это соглядотай от них. Так как сестра одна вышла от них и приняла крещение. Посещая наши занятия, свидетельствует им. Но сегодня ее не было. Как вы поступали в таких случаях на занятиях, когда было много людей? Ведь и занятия не привешь, и вопроса задать не запретишь. Вот если бы я не вел занятия в университетах, то как бы я ему ответил-то? Это практика. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Были подобные случаи. Пришли две ведьмы, мать и дочь, и прямо мне сказали, что прослышали про наши занятия и решили их уничтожить. Вот как. Как только начался урок, мы пропели «Царю небесный» удержителю. И я сразу же обратился к аудитории и сказал, что к нам пришли такие люди, и нужно оградить себя от их влияния. Встали все на молитву. И я стал монашески, в черном. Я стал молиться. Я стал молиться. Что с ними было? Это надо было видеть. Больше их никогда тут не видели. А одеты они были по-монашески, в черном. Если это были еретики, то урок шел как обычно. Но уже с первого ответа и первых стихов Святого Евангелия я обильно приводил места из Святой Библии, из Святых Отцов, из канонов и житей святых. Именно против учения этих еретиков. Им было легче на раскаленной плите отсидеться. Их выметал из аудитории во время перерыва. То есть, вот мне пришли и сказали, мы сегодня привели еретиков, вы знаете, что сидят-то. А я их даже не вижу. Я не знаю даже, кто они там. Баптисты, пятидесятники, харизматы. А урок-то веду по программе. И одновременно начинаю туда давать то, что касается этих людей. Юрий Соболев, спаси Христос. Благодарю, Юрий Ильич Ильич, за наставление. Да, это опыт. Я тоже нажимал на то, что церковь одна. Христос – истинный Бог. Еретики мне церкви. Но такой полноты и содержания, как вы, я, конечно, не могу дать. Как вы, я? Ну как вы? Вы – это шея. Как вы? Я, конечно, не могу дать. Совет же драгоценный. Еще раз благодарю. Видите, как он понимает. Мы с ними разу не встречались. И что интересно, как познакомились. Андрей Кураев как-то где-то выступал. Аудитории не показано. Видно, что там кто-то сидит. И он задает ему вопрос. Кто самый известный, самый продуктивный миссионер в настоящее время? А кто знает? Он называет меня. Но он был здесь. Руку, руку. Она заслонилась. Да. А Юрий-то услышал это. И расспрашивать стал, и нашел. Выписал все книги. Ну а дальше уже, вот уже сколько лет мы знакомы. Вчера пишет. Владимир Галиндухин. Мир вам, Инатий Тихонович. Благодарю за ссылку на фильм про Иннокентия Сибирякова. Да. Посмотрев этот фильм, нашел для себя много поучительного в историческом плане. Видите как, он отвечает правильно, в историческом плане много поучительного. Сделал для себя открытие в личности Иннокентия Сибирякова. И прежде всего, в поучении духовном. Как вы говорите во свете Библии. Фильм пришелся очень даже к месту, в соответствии с моим душевным настроением. Спаси Христос. Вот так. Дальше пишет нам с Украины Сергей Игнатов. Спаси Христос. Об Иннокентии Сибирякове можно и правильно судить во свете Святой Библии. Чему учат по благодати Святого Духа исповедник православной веры Игнатий Лапкин. Как иудеи перед священниками завидовали и клеветали на Иисуса Христа, так и русские иуда-масоны делали свое сатанинское дело в отношении видных служителей благочестия. Но Господь укрепляет своих чад Святым Духом. И во время бедствия подает им свою спасительную помощь, направляя их туда, где они будут ему полезны. Так я понял фильм об Иннокентии Сибирякове. И дальше еще один написал. Сергей Астахов. Как ленивую лошадь люди плетью гонят и побуждают идти и бежать, так нам должно убеждать себя ко всякому делу, а особенно к молитве. Видимо не убеждать хотел бы сказать, а побуждать. Так будет правильно. Видя таковой труд и старание, Господь подаст охоту и усердие. Святитель Тихон Задонский. С 1724 по 1783. Тихон Задонский. Как ленивую лошадь, надо кавычки было поставить, Сергей. Это из Тихона Задонского. То есть надо побуждать себе, плетью гонят лошадь, она тогда бежит. Ну и вот мы прочитали. Сейчас я покажу наши ресурсы. Какие вот. Ну что здесь у нас? Мой мир. Вчера интересная у меня встреча была. Позвонил один человек и пожелал личную встречу есть. Но я его знаю. Знаем мы его 27 лет. Он фотокорреспондент. Фотокорреспондент. И выступал он даже на международных фотовыставках. И престижные премии получал. Очень талантливый. Волобоева Александр Павлович. И говорит, мне нужна личная встреча. Он в Потеряевке, когда еще мы не строились, в лагере был. И тогда был. И старые фотографии где-то. Все от него. Он просто удивительные снимки делает. И он пришел вчера. Оказывается ему нужно было у меня в архиве поискать. Он готовит новую выставку из старых фотографий. А у него что-то там потеряно какая-то. Я говорю, ничего. Ну вот, которые есть. А у них уже размер уменьшенный. Не он. Другие. Нет, только мои. Мои. Его выставка-то. Ну и вот теперь что. Как в Потеряевку попасть? Дорога есть. Я говорю, дороги нет. На Пасху-то будет дорога? Нет. То есть он решил, он придет. Но я его даже в пример ставил. Когда он приезжает, никогда. Ну 27 лет ездит в Потеряевку. И ни разу не нарушил наш устав. Никогда. Без поезда не будет. Поясок, рубашка на выпуск. Еще особенного нет. А живущий в деревне, знающий все, на каждом шагу нарушает. Он вчера у меня был. Долго сидели здесь. Ну вот мой мир. Он попросил кое-какие документы ему переслать. Как наш митрополит обо мне отзывался. Другое. Как в их журнале было написано. Ему это нужно было. Второе. Это наш форум называется. Православный форум. Ну вот смотри. Православный форум. И у нас здесь 1600 тем. Тема. Это огромный материал. И все видео, аудио на эту тему. Все. Что говорится. Допустим мы говорим о человеке каком-то. Меня спрашивают. О Германе Стерлиге. О патриархе Алексее. Такая тема. И там все, что о нем только говорят и пишут и свое мнение. Я вчера только первый раз задумался. Вот у нас. Сейчас мы будем в моем мире. А не в моем мире. В этом. На нашем сайте. Этот форум. А то сайт у нас есть. И там я отвечаю на 4124 вопроса. Эти вопросы разнесены по 55 папок. 55. То получается. То это сколько. Сколько 55. 6 и 5. Ну да. Ну где-то по 30 наверное у нас даже будет. Разных тем. В каждой папке заложено. Вот какой богатый материал. Ну и дальше наш Ютуб канал. Большой канал. Я данные сразу выдаю. Подписчиков 6469. Просмотров 5 миллионов 673 тысячи 764. Ну столько человек. Столько наших роликов открывали. Ну и результативный очень канал этот. Люди через это приходят. Находят себя. Да и вот мы с вами беседуем. И молитвы. Все здесь выставляется. Просто запи... Если кто не знает. Заряди в Ютубе. Православный видеоканал. Открытым оком. Во свете Библии. Все. Он вынесет только на нас. Ну и дальше. Последний наш ресурс. Это сайт. Это самый старый из наших ресурсов. Называется. Во свете Библии. У нас все во свете Библии. Называется. Православный библейский сайт. И вот здесь о чем я говорю. Отдельно проповеди, стихи, книги о деревне. Ну и все, что можно найти. Сейчас мы озвучиваем папку. Называется Смерть. 48 номер. Мы снизу начали с 55-й церковь. Снизу. Сверху мы уже брали в прошлом году. Я не найду, где мы закончили. Решил снизу брать. И вот сейчас мы будем брать оттуда ответы, вопросы. Чтобы потом дополнить. Там нужно, чтобы часовая это была программа. Вот. События дня. Я каждый день добываю из этих вопросов. Так. Ты далеко, Володя? Подходи. Я буду сейчас по одному вопросу выкидывать сюда. И вскрывать. Они у меня заранее подготовлены. Считай. Вопрос 188. Открытым оком первый том. Какую одежду готовить на смерть мужчине и женщине? Что нужно на голову и на ноги? 28 минут. Прошло 28, да? Ну давай дальше. Ответ. Я участвовал в сборе гуманитарной помощи для России в Америке. В огромные, в 12 метров длиной контейнера грузили инвалидные коляски и костыли. Даже такие были. Там продукты, вино, бочки, материал, станки. Ну то есть огромные-огромные. Я там мотался по Америке сколько. Возил меня Орлов Никита Пеоктистович. Он сейчас митрополит Антоний у них. Нельзя было открыто смеяться, но я носил их и повторял. Доигрались, дожились. Вся страна и правители пользуются этими колясками и инвалидными костылями. И разговор только о смерти, кабы попорядочней умереть. Здесь сразу человеческий изощряется. Ритуал выверен. Одна одежда скроена по мерке. Ну ты почему так считаешь, такими толчками? Одна одежда скроена, а просто одна одежда скроена, то есть с плашняком считай. Ну, коса пока еще зачехлена. Я лично хотел бы быть похоронен в лагерной робе и обязательно в старых кирзовых сапогах. И чтобы никто меня не обманывал. Не обманывал. Не обманывал. Потому что вы угороду-то не будут обманывать, поди. Не обмывал. И не прикасался даже при прощании. Поцелует в лоб, чтобы у меня этого не было. Это лучшее, в чем я могу предстать перед моим другом. А ну-ка, прочитай непрерывно. Чтобы предстать перед моим другом. На одном дыхании. Вот это от запятой до запятой. В чем могу я предстать перед моим другом? В чем я могу предстать перед моим другом? Нормально. Которому я служил и который принял меня в этой одежде в сапогах. Видите, как я о чем говорю? Какой ответ даю? Это с кафедры в университете. Я сражался за него и за православную церковь в этой форме. Раньше старики шили смертное платье и выдалбливали себе гроб, домовину заранее. То есть из большого бревна долбили его, не из досок. Когда я работал прорабом и жил в мастерской, где было холодно, то сделал себе настоящий гроб. Ночью ложился и закрывался крышкой. И мне было тепло. Видите, сейчас стружек туда наложил. Ну, холодно там. А я работал с заключенными в две смены. Семь месяцев, пока меня в армию не забрали. Ну, такая была обстановка-то. Ну, и холодно. Я сделал гроб и крышкой закрывался. А там гробы делали для, кто умрет, там где нужно было кому. Но утром пришла работница и возле меня подметает. Она видела каждый день гробы. И я на ее глазах поднял крышку и восстал. А она едва не заняла мое место. А мне было тогда 21 год. Вот ответ какой. Тапочки. Видел тебя, говорит, в гробу в белых тапочках. Да сама поговорка-то говорит. На голову что надевать? А чем надевать-то? Не холодно в гробу? Ну, маленько юмора. Смерть, конечно, тосклива. Но вот так. Дальше. Второй вопрос. Давай. Вопрос 1901. Седьмой том открытым оком. Говорят, что от подвигов в смирении себя никто не умирал раньше срока. Ответ. Это расхожее мнение опровергается самими житиями. Молодежь там не задерживалась и как морг на них. Только расцвел и уже нет человека. Тело человека есть храм. И его нужно беречь. Заботиться о нем. Мыться. Сохранять. Видите, какие слова. Вот я только что-то скажу и сразу подтверждение из Библии. Сегодня ни один священник практически этого не делает. Или не знает Библию, или не любит. Ефесянам 5 глава 29 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Вот так вот, когда прочитаем. Никто никогда не имел. Считай. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Как будто разговорная речь. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Нормально, видишь как. Вот никто не подсказывал. Ты не обижаешься, что тебе подсказывают? Ну, недоволен, конечно, внутри. Да. Апостол Павел даже не подозревал, что будут такие времена замонашенные. А, замонашенные. Новое слово уже не прочитаешь. Когда в основу спасения будет поставлена ненависть к телу, доходящая до самоубийства. До Павла таких людей и в помине не было. Никто и никогда так не поступал тогда. Просто рассмотри, как Христос заботится о церкви, так и ты храни свое тело, ибо разрушив его, душу уже... Душе уже негде будет прислониться, и она куда пойдет. То есть это наша избушка, в которой душа живет. И надо тело-то и питать, и греть. Когда разрушает... Кто разрушает... Кто разрушает тело таким умершлением его, разрушает здоровье. Тот будет врагом Богу, а не другом. И его накажет Бог. 1 Кориффе 3, 17. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Вот почему самоубийцы не имеют никакой надежды, потому что на Царствие Божие. Они разрушили храмы, ушли. Далее я привожу их жития святых. Не из одного. Именно жития святых. И что в этих житиях святых? Какие строчки записать? Именно об этом. Считаем. Феофания царица. 16 декабря. Кавычки ответы. Хотя постель ее и была услана весоном, и украшена золотыми украшениями, но она не спала на ней, а положив на полу чистую рогожу, покрывавшую острые кости и зубы животных, ложилась спать на нее и такое свое ложе на всякую ночь, по изречению пророка Давида, омочала слезами. И после этого непродолжительного... И после очень непродолжительного сна Точа вставала на славословие Божие. От столь суровой, исполненной всяких лишений жизни Феофания впала в великую телесную болезнь. Вот кавычки закрыты. Это я беру из жития Дмитрия Ростовского. От столь суровой, значит, собачьи кости собирать надо было спать, чтобы колола тебя. Ну где это написано? Где мы это видим-то? Ну даже сказать страшно, что... А это церковь прославляет. Почему Христа не знает? И надеялись своими трудами Богу угодить. Дальше. Михаил Синкел. 18 декабря. То есть я не выдумываю ничего. Я просто копирую из жития святых. А то начинает псевдо-православные там и прочее. Ну, своих слов там много. А могут ли они привести вот так вот? Ни один священник не приводит. Ни один, повторяю, ни один. Во всем мире никто не приводит. Они не знают или не любят жития святых. Меня обвиняют не православие, а я привожу симфонию составленного православного жития. Но это награда за это, что лживые упреки. И здесь вот житие и в этом житии вот этот именно момент говорит по теме, как обращались к плотью своею. И тут что тут у меня взято? Ну, третья часть странички. А у него в житии бывает 20-30 страниц. Тут вот еще в чем трудность. Знать жития и выбрать нужное в этом житии говорящее по вопросу. Оцени это. Дальше. Кавычки открыты. Преподобный Михаил был родом из Иерусалима. Родители его, люди благочестивые, дали ему прекрасное образование. Он в совершенстве знаком был с древнегреческой литературой. Хорошо изучил также и христианских писателей и богословов. И с молодых лет посвятил себя иноческой жизни. По смерти его отца, мать его и сестры постриглись в одном из монастырей. По своей скромности и горячей любви к богомыслию он удалился было в удивленное место. Удалился было? Было ударение на него нету? Было. Удалился было. Это разговор. В удивленное место. За все это время много было пролито святым горьких слез. страдания надломили его здоровье. Тело его сгорбилось, но духом исповедника оставался непоколебен. То есть вопрос задан о том, что если человек христианин, то они должны быть долгожители вроде, а здесь я показываю, что нет, не так. Я показываю, как это по Библии видится и как по житьям святым. Страдания надломили его здоровье. Это не выкинешь из строчки страдания, которые он сам придумал. Он работал не на стройке, не на корабле, не в шахтах. Феодора Кесар. Кесар. Кесарийская. 30 декабря. Пищу ее составлял лишь один небольшой кусок хлеба и то только в два или три дня. Единственная одежда ее была из грубой шерсти. Постель ее была наслана острыми камнями, прикрытыми суровым рубищем. «Так она соблюдала бдение и во время невольного тяжелого сна». Во время бдения невольного а почему не считаешь так? «Так она соблюдала бдение и во время невольного тяжелого сна». Ровно считай, не толчками. Ну-ка, значит, так она соблюдала. «Так она соблюдала бдение и во время невольного тяжелого сна, а часто она проводила целую ночь без сна. Недовольствуясь этими подвигами, она обложила тело свое железными веригами и насколько изнурила все суставы и телесные члены, что от костей исходил смрадный запах». Вот к ней уже никто не посватался бы. Смрадный запах. Это я подчеркиваю. Ну что, это для здоровья полезно было? Ну ясное дело, что это не жилец. От костей ее и костей животных, которые под себя наложили. Василий Великий, 1 января, кавычки открыты. Пустыня Понтийская была бесплодна и климат ее был далеко неблагоприятен для здоровья. Хижина, в которой здесь жил Василий, не имела ни крепких дверей, ни настоящего чага, ни кровли. За трапезой подавалось, правда, какое-то горячее кушанье, но по словам Григория Богослова, с таким хлебом, по кускам которого от крайней его черствовости зубы зубы вязли вязли в них. Ну, давай, прочитаем правильно. За трапезой подавалось, правда, какое-то горячее кушанье, но по словам Григория Богослова, с таким хлебом, по кускам которого от крайней его черствости зубы сначала скользили, а потом вязли в них. Кроме общих молитв, чтения священного писания, ученых трудов, Василий Великий, Григорий Богослов и другие тамошние иноки занимали здесь сами носку дров, тисанием камней, уходом за огородными овощами и сами на себе возили огромную телегу с навозом. Вот какие были. И, говорят, специально готовили хлеб такой, который есть было невозможно. Разные золы туда подсыпали, и скодила особенно любили они всегда. Пепел не высыпать, а только квашонку. Серафим Саровский, 2 января. Вот текст этого билета. Это там написано так в житиях. Объявитель всего Саровской пустыни иеромонах Серафим уволен для пребывания в пустыне в своей монастырской даче по неспособности его в обществе за болезнью. От непрестанного келейного бдения, постоянного пребывания на служениях в церкви и стояния в течение многих лет на ногах с небольшим лишь отдыхом во время ночи Серафим перед своим отшествием в пустыножительство впал в недуг. Ноги его опухли и на них открылись язвы. Так что он лишился на некоторое время способности священодействовать. Вот как. То есть стояние, стояние. А как же написано как прекрасны ноги благовестующих мир на горах Израилю. Так благовестников. То есть их болезнь профессионального священника в ноги отболевают. Вены лопаются, но они свинутся с места. То есть абсолютно антиевангельский путь. Ну и болезни болезнь была немалым побуждением к избранию им себе пустыннической жизни. И по усердию разумеется его особливые исключительно иноческие подвиги, требовавшие безмолвия и уединения. И после многолетнего искушения искусы иноческого испытания в той обители и в пустыне уволен и действен для спокойствия духа Бога ради. И с данным ему правилом согласно святых отец положением и впредь ему никому не препятствовать пребывание иметь в одном месте и иное утверждает. И оно утверждает строитель иерманах Исаия 1797 год ноября 20 дня для верности печать прилагаю присем. Вот как даже уйти куда что вот как все было уже в это время запротоколировано как они искали это все административные работники были выйти ему нельзя прийти нельзя печать надо дать иначе любой его найдет и вытащит оттуда в это время он достиг 72 лет это уже дальше пропуск я делаю в пустынку свою он стал ходить уже не часто тяготился даже в Сарове принимать многочисленных посетителей так тяжкие страдания ног которые мучительно болели от непрестанных бдений то есть от чего болели они от непрестанных бдений от раннейшего молитвенного стояния на камне в продолжение тысячи дней и ночей и от жестоких истязаний разбойников не давали ему покоя до конца его жизни и изъяс на ногах непрестанно истекала материя то есть сукровица материя но видом преподобный оставался светлым и радостным духом чувствуя ту небесную радость и славу которую готов Бог любящим его дальше это все приписали что он чувствовал как это об этом не растуждали что страдания ног которые мучительно болели от непрестанных бдений я отвечаю на вопрос как эти подвиги на здоровье отражались дальше синклетики 5 января в конце своей жизни она потерпела от искусителя тоже что потерпел некогда правильно иов ибо лютые недуги постигли ее и все ее тело было покрыто струпьями истощено изъедено язвами и червями так страдала она 3 года и 6 месяцев не дозволяя чтобы врач оказывал ей помощь и только возлагая на Бога одного свою надежду ну как на здоровье полезно это здоровье было нет ну нет никак вот я отвечаю заметно вопрос какой вопрос то я на конкурс выставляю вам этот вопрос мой материал не трогайте сами ответьте его и вы увидите что не получится я тут решил проверить какой то вопрос мне задали 60 мест в Библии приводится 60 то есть люди пришли не ко мне не то что я хороший плохой а просто надо понимать люди пришли к Богу вопрос задали Богу Господи как подвязаться так или не так а вот теперь я как его сосут и должен потрудиться узнать это все систематизировать вот сколько уже житей святых сейчас прочитали и это не все еще Пахомий Великий 15 мая кавычки открыты кавычки открыты больных в общежитии никогда не принуждали к усиленному посту хотя и не препятствовали им поститься Пахомий иногда находил нужным ослабить пост если видел что пост очень истощает силы больного и не дает ему поправиться вот как надо было поступать вот заботился об него у него 11 тысяч мужиков было тысяч однажды например сам Пахомий чашка заболел в больнице ему предложили съесть немного вареных овощей в это время в больнице лежал чашка полной монах тело которого представляло кожу да кости так он исходил после продолжительной болезни когда этот инок попросил больничных братьев дать ему немного говятины те не соглашались на это то есть монахи не должны есть мясо тогда больной просил отнести его к Аве Пахомию великий Ава был поражен крайним истощением инока и отсутствием благоразумного сострадания в больничных братьях он строго сказал им безумный где страх Божий но хотя безумным никого нельзя называть ничего не боялись они говорят потому что это соответствует действительности ведь Бог сказал возлюбив ближнего как самого себя выужели вы не видите что этот брат почти мертв почему вы не дали ему того чего он у вас просил то есть вот нынче у меня было я зимой сильно простыл аппетита никакого нету день другой ничего нету а потом каких-то хвостов рыбик там купили но они маленько солоноватые и я подумал дай мне поел аппетит открылся я теперь не могу ни есть не пить ведь есть различия между болезнями и одна болезнь бывает более жестокая чем другая пахомий не мог удержаться от слез при виде тяжко больного инока ну тут мокная она да не мог и бессердечной ревности других от строгого соблюдения устала о пище теперь иноки поняли свою неправду они воин уча и проповедуем ну вот кто может это поверить куда он их привел как привел когда в житие видим ни одного не привел ни к евангелия у него не было ничего нету а как привел что пришли к нему и поклонились ему поклонились ибо как солнце спускал он лучи добродетельного житья своего и сладко благоволива учения и просвещал окрестные страны страны даже вот когда пишет житья это Дмитрий где он взял какие страны а с какой-то стороны приехал воин и воин подошел и удивлялся это он так себя мучает ой-ой-ой все это уже обратился и все приходили только удивлялись царь его любил вот они очень хотели чтобы от таких вот людей от мучителей получить для себя благословение и рукополагали не прикасаясь к ним слушай я тебе рукополагаю тот стоит ну и все что требуется высчитывать им а тот на столпе стоит все ты теперь поп священник а кому он будет никому как вот ездит конюхов ну и что как его звать-то не помню не помнишь ну и вот благословлялись и все дальше что сказать о непостижимых подвигах преподобного выразить их невозможно ибо они превосходят силы силы человеческие да иногда он стоял по долгу неподвижный иногда же приносил молитву Богу творя частые поклоны никто из стоявших при столпе рассказывал некто из стоявших при столпе рассказывал что он хотел хотел сосчитать поклоны которые полагал подвижник не переставая и насчитав 1244 выбился из сил и будучи не в состоянии смотреть на высоту стопную перестал считать вот как стоял внизу один считал ну а то что ты считал в это время что тебе дало да ничего нету ну поставь какой-то там рядом ну что там калькулятор ну и стой это привел он его к Богу дальше святой однако не изнемог от поклонов но принимая однажды в неделю пищу и то весьма малую и легкую сделался легким и способным к частым поклонам от долгого же стояния открылось у него и на другие ноги язва незаживавшая и много крови стекло из нее истекало истекало да но и сие страдания не могло отлечь его от богомыслия какое богомыслие у него было что Евангелие когда идите по всему миру пропадает Евангелие все доблестно претерпел добровольный мученик но принужден был показать свою язву вот он мученик добровольный ни одного евангельского слова нету вообще ни одного нету у него был такой мазохизм даже не придумаешь веревка я поясал себя веревка вросла в тело и братья не могли стоять такая вонища шла и оказалось он был еще совсем молоденький там может лет 12 ему было и что дальше с ним было Емфимий Новый 15 октября кавычки открыты звал его прийти облегшись его великую схему старец Феодор чтобы вместе с ним отправиться на Афон просьба старца была исполнена и на Афоне около Одра и Феодора так как он от долгого подвинничества был слаб и бессилен Емфимию суждено было выполнить новый подвиг подвиг служения по заповеди спасителям больным и немощным он сам выстроил для Феодора новую келью с великим усердием служил ему в ней сия продолжалась до тех пор пока больной старец нестерпимо страдая от жестоких болезней не отбыл в Солунь чтобы обратиться к врачебной помощи там он и обрел себе вечное успокоение ну теперь вопрос посчитай как повлияли эти подвиги на их здоровье чтобы ответить на это здоровье надо что-то знать и они которые нападают они ничего этого дать не могут они ни жития ни библии не знают ни канонов а только ерятся и все ну и дальше стихотворение в деревне не радуясь трудясь не нарадуясь трудясь в деревне не нарадуясь трудясь как славно отдыхать вдали от шума жизнь сельская важнее отродясь жить неворованным здесь сможет только умный с утра до вечера труды твои занятия находят подтверждение в Божьем слове земля и скот тебя прославят знатным как слышал молоко на языке коровья ты должен все уметь и сам построить засеять сохранить продать и развести дворец тебе конюшню и коровник так жили деды прадеды отцы прадедов отцы колодец туалет пути ограды и баню сам в поту соленым моясь здесь не до крат здесь не до карт везде такие траты сынишка рядом учится на совесть готовить обувь шубы полотно и прясть и ткать предметы к ним сготовить твое умение не пришло само достаток на участок вдове как хорошо жило всегда в деревне когда надсмотрщика помещика не знали все перепутал змей багряный древний тот против нас сегодня кто не с нами кто не с нами тот против нас сегодня кто не с нами Тот против нас, сегодня кто не с нами. Так и пошло, поехало в Союзом, пока не опрокинулась кувет. Нет блудницы Советского Союза, ЦК, КПСС, как будто тоже нет. Но жизни нет достойной оправдания. В деревне все не пьют, а запились. Печать отверженности терпим наказание. За богоотступничество, ну что это за жизнь? Пытались звать мы ко Христу прохожих. Ходили по домам и звали на занятия. Но отговорки прежние, все то же. Поля, волы и недосуг женатым. Это мое стихотворение. Вот мы прочитали один вопрос, который задали. И чтобы этот вопрос осветить, приходится, видишь, и жития, и каноны, и все брать. Дальше. Вопрос 704. Второй том открытым оком. Если отлученный, исповедавший, внезапно умрет, безусловно, не причастившись, так как он был отлучен, то может ли он спастись? Видите, какие вопросы. То есть что? Отлученный, исповедавшийся, внезапно умрет. Конечно, он не мог и причастившись. Частица ответ. Относительно причастия пишут целые книги. И ему придают такое значение, о каком нет намеков в Евангелии. Причащение дает жизнь, как кровь донорам больному. Доступ к нему дарует исповедание, как дверь. Священнику дано право решать, согласно канону, допускать ли раскающегося до причастия или продолжить томление его за дверями. Естественно, что если бы святые отцы предполагали, что исповедавший, внезапно умрет, и не причастившись, от этого может погибнуть, то никакой эпитемии не могло быть и речи. Уже давно вошло в практику причастить больного, тем более умирающего, во что бы то ни стало. И если священник по какой-либо причине не сможет этого сделать, то на него накладывается прещение. Такой перекос, гиперболизация, причастие не подтверждается ни Евангелем, ни смыслом, так как умирающему уже и не нужны силы для жизни. Потому что причастие дает жизнь, а какая ему жизнь, когда он умирает-то? Тут вообще ничего нет. В душе человек не отрицал, но не имел возможности причаститься из-за сложившихся обстоятельств. Спасение человека от этого не зависит. Священнику необходимо делать тщательное расследование того, жил ли человек во Христе, любил ли Бога и Библию. А у нас так рассуждает. Как бы... Так, где там? Как бы не жил, но успел причаститься, значит, все в порядке. Все сделали, как положено, говорят, как лотерейный билет. Во всех посланиях и деяниях апостолов нет даже намека на такое отношение к причастию. Вот и весь ответ. Согласно Слову Божию должен быть ответ, а не так, как привыкли говорить. Дальше. Вопрос 187, первый том «Открытым окон». Как вы смотрите на то, что старые бабушки ходят отпевать покойников и читают псалтырь, а покойники были неверующие? Да. Ответ. Это все полнота церковная, о которой заботится в своих посланиях против меня алтайское благочиние и перихоральное управление. Все доедины эти бабушки чужды духу Евангелия, не знают Писания. И что можно тут спрашивать и говорить? Если за основу брать меркантильный интерес и желание родственников сделать все, как надо, как положено, то эти бабушки заняли свою экономическую церковную нишу. Они при деле в это время сидят не на скамеечках перед домом-то и никого не пересуживают. Их покормят, лучше сохранится пенсия и родственников успокоят. Можете не беспокоиться, худого-то бабушка не сделает. Она не расскажет им, что ждет их покойника за преступную нераскаянную жизнь. Не расскажет им, что в тот же ад идут и эти родственники, выпивающие за столом за упокой души. А она не дочь Авраама. А почему она не дочь Авраама? Луки 16 глава, 22 по 31 стих. Умер нищий и отнесен был ангелом Миналона Авраамову. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сием». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь учешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Та, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покается». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Иоанн Затаус говорит так, «Знание Библии, считать Библию, это есть большее чудо, чем воскрешение из мертвых. Мертвого не поверят, а у них Библию считают, пускай, пусть находят». «Настоящий верующий, православный, знающий Писание, не только не пойдет к этим покойникам, смотри, житие Макария Александрийского, 19 января, которых с великими почестями хоронят знатные люди и священник, и толпы демонов незримо, но даже их имени не произнесет своих молитвов, чтобы не скорбить Божие величие». «Вот так. Вот такой ответ. Дадут и священники такой ответ? Никогда. Ни один так не ответит. Во-первых, не знают, да и что он скажет-то, когда он вообще в это не верит». «Вопрос 1423, пятый том «Открытым окон». Можно ли отпевать крещеных, но неверующих? И что вообще дает душе усопшего отпевания?» «Надо плакать, а нас все бы петь и петь, отпевать надо». «Ответ. Вас интересует мое личное мнение, или что об этом говорит Бог через свое вечное, неизменное слово, по которому Он и будет судить этот мир и все наши деяния? Или вам нужно знать, что напридумывали люди в исторических церквах?» «Придумывали в исторических церквах? Вопросительно уже. Интонация». «Еще раз повторяю, что наше занятие так и называется – изучение Слова Божия и толкование Его по святым Отцам Вселенской Церкви с первого века. В Библии об отпевании нет ни слова, и даже намека на то, что участь человека, кто бы он ни был, изменится после его смерти. «В чем Бог застанет человека, в том и будет судить, ибо после смерти нет покаяния». Иван Грятяна 3.36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 2 Коринфянам 5.10 «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Очень хорошо знаю, как ненавидят эти мои ответы православные батюшки. Еще бы! Отпевание умерших – это их любимая шабашка. И таким отпевальщикам, таким ответом я буквально уже у них изо рта вытаскиваю лакомый их кусок. Их законную, в скобку беззаконную, добычу из них обширного корыта. Нам разрешается даже проследиться на похоронах, но и не более того. Иоанн Златус высмеивает тех, кто устраивает на похоронах зрелища, когда женщины распускают волосы и вопьют. «На кого ты меня покинул? Да жила я с тобой, как у Христа за пазухой!» Это вызывает смех в язычниках, которые видят, что у нас нет веры в загробную жизнь, и мы точно так же, как и они, скорбим безутешно. А в действительности же мы должны бы радоваться, что человек из юдоли, печали и скорби ушел к своему другу, Царю Неба, и к любимому Искупителю Иисусу Христу. Деяние 8.2 Стефана же погребли мужи благовейные и сделали великий плач по нем. И такой плач есть остаток ветхозаветного отношения к смерти. В Новом Жозавете, особенно по житиям святых, мы наблюдаем миную картину, когда кончину мученика христиане торжественно приветствовали, как бы видя колесницу с неба, забирающую труженика в вечный покой. Неужели мы не можем отличить друга от врага, раба служащего от беглеца из дома отчего? Если человек и был крещен, а жил вне церкви, то о каком отпевании может идти речь? Отпевать пришли раба Божия, что и говорится в тексте отпевания. Сам обряд отпевания придуман неизвестно кем. Когда и кем. Но слова в нем хорошие. Ободряющие. Согласно их и нужно применять это отпевание только по отношению к верующим, жившим во Христе. Вот в чем дело-то все. Жить надо во Христе. Деяние 21.13 Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть вирусарими за имя Господа Иисуса. Если бы реально мы представляли, что происходит после смерти, то отношение к этому было бы торжественным, а не мрачным. Сираха 22.11 Плачь об умершем 7 дней, а во глупом и нечестивом все дни жизни его. Я прочитаю дальше, тут меня касается. 22 февраля 2003 года погиб мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич. Мне его очень жаль. Мы не были с ним очень близки, но он был нам не безразличен. И как оказалось, и мы ему. Об этом мне говорил председатель краевого суда Пашков Виктор Иванович. Пашков Виктор Иванович, рассказывавший, как высоко Баварин отзывался в разговоре с ним лично обо мне. Просто очень восторженно. Такие же слова он говорил и другим. И журналистам, которые, удивляясь этому, потом мне это и передали. Но главное в том, что он помог мне получить хотя бы всего одну двухсотую часть стоимости того, что у меня было конфисковано в 1886 году. А это получилось, что два здания общей площадью 226 квадратных метров, где мы теперь можем жить, и главное молиться и собираться для занятий. Вот я тут как раз сейчас сижу. И он держал нас на контроле, интересуясь, нуждаемся ли мы в чем. Он помог эти нежилые здания освода превратить в жилые. И все расходы отвел от меня, все сделали бесплатно. Ходил я и во дворец спорта, где было тело его выставлено для прощания с ним. То есть я никогда не хожу, но тут пошел. Мне настолько было жаль его, что я не мог от слез воздержаться. И про себя молился, напоминая Богу о том добре, какое мне сделал этот человек. Господи, прости за эту молитву об этом человеке. Он жил как совершенно мирской человек. Он не был твоим рабом. Жил как живут неверующие. И он даже не позвонил мне, не попросил молиться за него, чтобы путешествие было безопасным. Но перед тобой, Господи, все открыто. Ты знаешь, как он хотел людям добра. Как он любил по-своему этот несчастный бедный народ. Вот, кавычки закрытые. Это моя молитва. Это, конечно, не отпевание, но моя личная молитва. О смерти этого Владимира, столь несчастного. Я сказал по телефону и в Москву, и в монастырь Московской Патриархии. И нашему правящему архиерею ПСЗ сказал, что я узнал, что погибший был крещен. Я даже не просил молиться о нем, а дал намек, что можно бы воздохнуть о нем. Когда люди желали расположить Христа к человеку, то они напоминали Господу о благодеянии, какое сделал для них этот благодетель. Лука 7, 5. Тут написано так, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. То есть нам негде было молиться, а теперь есть твой храм, хотя и в жилом доме. Вот такая молитва от глубины сердца, она в первую очередь тебе самому полезна, чтобы сохранить в себе чувство благодарности. Это чувство помогает быть чутким к добру и всегда и за все благодарить Бога. Да, этот человек был не член нашей общины. Ну и что? Он был когда-то коммунистом и даже парторгом. Но написано, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Притча 16, 7. Члены нашей общины все любили его и молились всегда за него, когда он был еще жив. Молятся многие за него и сейчас в своей келейной молитве. Это и есть подлинное отпевание. А есть ли от этого польза? Когда об этом спрашивали Конфуция, он отвечал. Если скажу, что есть, то вы забудете про живых, будете жить на кладбище. А если скажу, что нет пользы, то перестанете заботиться об умерших и творить о них память. Ну вот когда умрете, тогда и узнаете. Надо жить с проглядом вперед. Но если человек думает, что он умный, а за рулем не может понять, что дорога скользкая, если она еще и снегом присыпана, но он все-таки жмет со скоростью более 100 км в час, то он дурень пустоголовый и кабан под заклание. Со мной в больнице лежал пацан, 15-летний. Он в горах на особых горных мопедах гонял на соревнованиях и сломал ногу и ключицу. Гоняется на мотоциклах, на льду, но это безумные рисковальщики, на них ничего нету. Трусы да щасы. Ангел смерти уже занес над ним меч, и нить жизни его оборвана вмиг. А здесь глава столь большого города, возраст уже почти 64 года, и несся куда не надо сломя голову. Что-то там спортивную трассу открывали, куда летел-то он. Скольких людей он подмял этим прыжком в вечность, этим кульбитом безумия. Да благо бы еще, если бы в храм ехал или на помощь утопающему. А все какие-то спорткомплексы, как губернатор Лебедь, точно так же, а в леталет разбился, губернатор Красноярского края. На стадионах всегда толпы демонов, как свидетельствует жития святых. Вот такой ответ. Все. Все на этом. Я сейчас отключу, мы с Володей дальше будем считать, насчитывать.